So, what is happiness for you? 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 So, what happens to you? So, what is happiness for you? клапан для того чтобы внешней среды воздух не попадал на фильтры для того чтобы они не загрязнялись нужно будет сделать вот такую вещь но это вы уже видите конечный вариант уже после засева но перед стерилизацией это будет выглядеть немножко по-другому сейчас я постараюсь вот показать как это будет для этого мы будем применять пищевую фольгу и перед стерилизацией для того чтобы фильтр не замокли мы делаем вот такую вот манипуляцию в автоклаве вода будет процессе автоклавирования может стекать потому что банок будет много она будет стекать по этой банке и будут замыкать фильтры поэтому они будут сразу предохраняться для того чтобы они не замокли особо упаковывать вот эти места абсолютно не нужно потому что в дальнейшем нам нужно будет производить манипуляции по посеву в эту банку и мы вот эти края оставляем свободными после того как это будет простерилизовано вот это дело делаем следующим образом что освобождаем саму крышку она должна быть готова перед посевом легким движением руки тот материал например это сейчас будет это кусочек ваты но в дальнейшем там будет или палочки или частички мицелия на среде или там со шприца это не важно что вы будете делать ну и производится это следующим образом берем этот материал немножко приоткрываем приоткрываем вот таким образом как видите чтобы фактически попадание прямого попадания воздуха извне но это все нужно делать понятно в ламинарном шкафу я вот показываю вот так вот грубо и вносим туда материал не касаясь ни стенок ни фольги накрываем и плотно теперь закрываем крышку и стараемся лишних движений после этого не делать и в дальнейшем нам нужно изолировать эти поверхности они после стерилизации в автоклаве стерильные для того чтобы не подсосало воздух под крышку мы вот так вот тщательно стараемся вот это упаковать не нужно там волноваться о том что эти фильтры которые мы сделали там перестанут дышать воздухообмен все равно происходит мицелий все-таки не дышит как животное ему не нужно особо дышать в том понимании как мы это понимаем но того воздухообмена который остается будет достаточно ровно для того чтобы мицелий хорошо себя там чувствовал и вот такая банка уже будет готова к дальнейшей там еще видно остатки вот это остатки мицелия в этой банке не даже там начали пробовать себе расти вот банка готова дальнейшей инкубации или дальнейшему хранению это такая мембрана предохраняет от загрязнения фильтров и в дальнейшем при посеве позволяет нам более чистых условиях более таких безопасных условиях произвести посев велика вероятность что без такой мембраны будет попадать пыль под крышку и когда мы сделаем просто вот в таком виде сделаем отворачивание то сразу инфекция попадет внутрь этот мицелий уже будет инфицирован поэтому при посеве мы будем вот эту мембрану аккуратно снимать все у нас довольно таки чистое сам посев делается приблизительно такой техникой что банку открывать не вот так чтобы туда попала инфекция она открывается перевернутом виде для того чтобы просто механически воздух скажем сверху не попал внутрь самой емкости тогда ну например если нам сейчас будет ну как условно мы вот туда посеяли вот этот кусочек ваты сейчас мы его можем оттуда извлечь и в дальнейшем перенести на какую-то другую емкость которая нам будет необходима вот скажем мы сейчас делаем пересев этой ватки на чашку 5 не касаясь опять же таки стенок приоткрываем только достаточное количество стараемся так чтобы не коснуться краев банки мы туда вносим и сразу же закрываем вот на ваших глазах произошел пассаж ватки из лабораторной банки на лабораторную чашку петри вот сколько полезной и нужной информации можно почерпнуть на канале вашем на нашем канале понимашем скул и путем знаний и практики можно прийти к тому моменту когда ввиду разрозненных знаний у вас появится общее понимание когда остальные вопросы станут для вас уже более понятными встречаясь которыми вы уже смог самостоятельно и интуитивно сможете делать очень многие манипуляции и с ними тоже поделиться со мной где-то в интернете за что я вам буду огромным благодарен не забывайте после материалов оценивать эти материалы ставить лайки или не лайки мне будет это помогать готовить материалы более качественно и более полезно с вами был макс аллер на канале фанимашем скул а и и Продолжение следует...